всем доброе прекрасное утро как и обещали синоптики что-то нередко ошибаются у нас дождь дождик все пасмурно город город год гор 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 не видно кто там куда поехал соседом все куда-то ездит ездит я тоже наверно сейчас позавтраку а потом съезжу на работку посмотрю что там и как да чути мути все ли в порядке полью цветы вообще проведу айна и повешу объявление о том что могу работать по вызову работница по вызову звучит как-то не не однозначно но так вот на карантине превратилась работница по вызову пускай висит вдруг кто-нибудь позовет пойду пока завтракать сейчас тут уберу свинарник от чучи мучи как всегда тут у меня хоть сель да на за ним вчера ухаживал муж он ему жратвы на наложил воды налил пропылесосил было очень забавно за этим наблюдать но я не вмешивалась он что-то мне сказать типа у учучи нет воды я же он такой же твой как и мой лежу взял такой пылесос пропылесосил еду насыпал чем-то роза какая-то странная с одним бутоном странная женщина странная в общем то опять начинаю все сначала кстати что на завтрак паски никак не даем паски они очень вкусные не даже совсем не надъедают просили показать какое кофе кофейный напиток я пью вот такой здесь 17 процентов цикория а потом какие-то а даже 20 а потом злаки я цикорий чистый пробовал не он совершенно не понравился поэтому вот этот мне больше нравится вкус кофе скажем так ну конечно не кофе кто кофеман то я просто от кофе какая-то знаете возбужденная у меня сердце начинает биться какой у лошади хотя не знаю как у лошади бьется сердце в общем как-то не так и знаете какая-то все аж тряска начинается чтобы что не говорил что там кофе полезно меня но не полезно поэтому могу выпить конечно но очень редко так что вот такой вот у меня будет завтрак утром пью сахаром это вот утром только сахар пью потом а потом не пью сахар такие вот делишки отварила рис яйца сделаю салат с тунцом должно быть очень вкусно типа мимозы может делают рис уже не помню как мимоза делается делается кладется рис мимоза или нет в общем я помню вкусный был такой салат вот дождик идет я варю рис в роботе очень удобно ничего мешать не надо сам все сварится отварится дождик идет кафе сейчас попозже поеду наработку съешь посмотрим что там надеюсь полиции не будет в такую погоду ну даже если остановят скажу еду на работу парикмахерам можно работать на на дому поэтому скажу еду работать во блин военный режим какой-то полиции боишься что они тебя остановят и скажет не знаю что скажу сказать могут я говорил уже мне пару раз останавливали не они меня останавливали их я их останавливала и они меня спрашивали куда направляешь путь девица красавица куда я блин направлю то чарли гуляю так сейчас уже пойду одеваться пока пока как раз у меня яйца остынут с рисом сгоняю туда-сюда обратно и все и время пройдет темно дома так не люблю когда темно настроение никому как не то что настроение никакого я люблю в дождь гулять курить нельзя я бы сейчас по магазинам пошла нет сегодня суббота я бы на рабочей сидела но вообще вот так вот дождик по магазинам пошла бы прогулялась я уже забыла как это вот по интернету лазишь лазишь но посмотри что дата доставка две-три недели все желание отбивает я так не люблю ждать страсть вот не люблю ждать меня вот знаете поэтому я люблю физический магазин что пошел пощупал попробовал пожевал и купил нет а это вот купила неделю назад еще две сиди и жди ну хоть так друзья новую себе сделал вам защиту смотрите просто завязала завязки и и все сегодня дождь в кепке как-то тени коми фу но это я вам чтобы показать я бы на работу у нас дождик я без зонта потому что он ни нафиг не нужен все поехала улица 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 родная мясоедовская улица моя блин дождик идет а я без зонта ну ладно мне тут недалеко все жаль что дождик могла бы море показать хотя его так покажу родные улицы вот но при солнце было бы лучше доехал нормально никакой не полиции нигде нету но ну и понятно кто на пляж пойдет в такую погоду правильно никто хотя наверное всякого народа хватает дураков и не дураков пойдемте на морюшку посмотрим вот знаете что мне интересно вот люди вот в этих вот караванах они так и живут нам безвылазно они вот приехали с франции с италии с англии и там вот и живут наверное да им же нельзя к никуда возвращаться мы заточение живут вообще шикарно чё на берегу моря чё еще надо мы не можем на море сходить они сидят вот смотрите какое блин холодно дышу сейчас подышу немножко вкуснота какая сейчас бы бы по берегу пройтись но ничего придет время видите красный флаг висит что нельзя вам его не видно но вот он там висит что нельзя на пляже ходить раньше от медуз вешали а теперь блин вообще вот трындец ну ладно пойдемте на работу на работу и на работу я знаете что думаю надо еще потом приехать когда солнце проветрить здесь вот в этих домах очень большая влажность и стены буквально опадают поэтому проветрить надо бы приехать дождик дождик ты гоняешь стаи тучи мешочки под глазами надо бровьки вообще покрасить сейчас скоро придет сейчас смотрите здесь на улице никого нету это я к тому зачем краситься маску на морду вот эту штуку на лицо кто меня увидит красивый ну кроме вас но вы у меня самые лучшие подписчики и я вам нравлюсь в любом виде правильно же говорю потом все смывать шкрябать кому это надо никому не надо кому это нужно а никому не нужно смотрите какая универсальная вещь лучше кардос идешь в магазин на дело на лицо идешь в дождь на дело на голову не ну ягин надо запатентовать так как это все делается слушайте уверена что завтра все так будут ходить сто процентов это же это же гениальная идея вообще пишите в комментариях вы завтра тоже так будет по улице идти если у вас дождь конечно о майон год как я по тебе скучала моя родная единственная моя потом перед открытием надо будет приехать все выдраить здесь хорошенечко с хлорочкой все как надо лампочку вкрутить к нормально а не вот это который мигает и привести к тюк в порядок и готовится к работе подстричься что хотя бы вот эти вот снять уши стригу все почему бы нет смотрите у меня прям весна весной декабрист зацвел ну как-то ему здесь могут от этого очень много корней а все равно цветет смотрите классно красными ну надо же я думал что он другой надо его пересадить я думаю он такой же розовый как вот этот он совершенно другой а этот хотела выбросить а он вон цветет и процветает как говорится ну вообще трындец без нас природа вообще он вся растет как так я подстриглась немножко сестра звонит сестра мужа звонит мне брат сказал что ты тут я говорю да ну сейчас уже поздно но я поздно сюда приехал около часа время обеденное ты когда следующий раз приедешь мне скажи мне покраситься надо и по по это подстричься я говорю мне без разницы когда ты хочешь тогда и приеду в общем на следующей неделе приеду она живет рядом за поворотом и схожу ее покрашу подстригу вторая сестра с которой мы вот разговаривали которые апельсины дала тоже вот но так конечно то живет в городе считай в самом центре и их очень много народу живет дома поэтому как бы к ней не к ней не сезон идти рисковать как говорится вот у них там еще и пожилые живут тоже поэтому как бы а с этой да они живут с мужем поэтому можно к ней забежать домой повесила объявление что я девочка по вызову навряд кто его знает позвонят позвонят не позвонят не позвонят будем дальше сидеть на карантине все еду домой вроде неплохо краску везу может покрашусь а может и нет я что подумал у меня сзади стоит пустой балл баллон от газа эх чуфчик мой вот наверное сейчас заеду зачем я воду распустила сегодня утром ездили развозили газ около дома а я зачем-то его спустила а не чем-то я собралась собралась покупать а хотела поехать купить потом передумала так и в общем поэтому поставила в этот багажник и вот уже неделю он у меня там наверное стоит сейчас суббота у нас работают они не работают заеду куплю газ и поедем мы поедем мы помчим так вот когда идешь по улице знаете такое ощущение что ничего и не происходит что вот особенно у нас вот тут вообще никого на улице нету дождь атмосфера такая же была и зимой тоже на улице никого нету такое ощущение что все нормально все зашибись сейчас пойду новости посмотрю что там говорят дождь вроде бы прошел так что я пойду на пятачок с чарли сегодня утром не гулял надо мусор вынести как вам моя стрижка пишите в комментариях обычная как всегда я даже вот тут сняла дотянулась может быть покрашу сегодня завтра не знаю брови надо покрасить а то они мне пропадают завтра солнышко обещают завтра опять у нас будет мероприятие домашнее так что кто не подписался не подписался подписывайтесь пошла я дождь уже закончился даже если и начнется мы тут недалеко погуляла с чарли вот друзья вот у того дерева сто метров там их два дерева вот видите там там и вот за углом это магазин там магазин у нас в общем я тут от одного дерева к другому хожу если честно меня уже эта полиция задолбала мне такое ощущение что они за мной следят я выхожу и вот они там приезжают вот сегодня он такой приезжает ну я иду такая с чарли там так я в спортивной форме вот так хожу а в чем я пойду в пижаме что ли тем более я знаю что после прогулки и пойду на крышу спортом заниматься он значит останавливается так и на меня смотрит но я тоже остановилась и смотрит на меня я на него ну я уже такая поздоровалась как неприлично смотреть на друг друга где а ваши документы я говорю у меня нет с собой документов я говорю с собакой гуляю вы спортом занимаетесь я говорю каким спортом занимаюсь спортом типа где вы живете я говорю вот в ста метрах вот там все ему больше нечего ему было ответить уехал и так вот знаете уже пару раз было или даже три раза в ста метрах от дома причем время все время разное такое ощущение что они вот за мной за угла где-то слезят и чтобы меня испортить настроение они выслеживают меня задолбали уже я уже знаете с подругой сейчас переписывалась у нее ребенок я говорю везет тебе завтра будешь можно будет погулять целый час хотя знаете с другой стороны вот когда началось все это с собаками можно было гулять все там смеялись типа вот собаками будете типа гулять все 24 часа ничего подобного не так уж много и собачников которые гуляют и с детьми будет то же самое все знаете переживают что вот сел и мануться гулять с детьми тоже ничего подобного детям не интересно будет слоняться по улицам а идти в какие-то парки детские или даже не детские в обычные парки нельзя что дети будут делать вот так вот на улице туда-сюда ходить им не интересно особенно тем которых 8-10 лет поэтому я не думаю что что что-то изменится вот мы с подругой переразговаривали она говорит ой я где-то слышал что там с утра или поздно вечером можно заниматься спортом я уже обрадовалась знаете полезла в интернет нифига подобного нет ничего такого не придумали я думаю что сделают что можно заниматься будет спортом знаете когда неделя вот это пройдет когда вот дети будут детям разрешили погулять да вот у нас на той неделе вышли на работу рабочий ну много рабочих там стройки вот такие все дела неделя прошла то есть посмотрели что не особо увеличилось зараженных они каждый день постепенно идет мертвых все умерших становится меньше выздоровеешь их больше вот и я думаю что на этой неделе разрешили детям я думаю что скоро нам разрешат хотя бы часочек позаниматься спортом знаете хотя бы вот пройти в мои поля где никого нету мне кажется это совершенно не опасно если я пойду в мои поля шагом шагом бегом мы там не кучкуемся нигде дай бог чтобы на разрешили а пока на крыше я не особо люблю вот эти все занятия я вот эти вообще их не люблю по мне лучше пешком там я не знаю 20 километров вот пешком я хоть куда пойду и не устаю нифига ну вот эти вот занятия мне прям вот тошно а надо мои занятия закончились ровно в 8 хлопать вышли люди что-то уже слабо хлопают у нас вообще никто уже наверное замучились хлопать а что хлопать завтра дети все равно выходят на улицу там мужчины тоже занимаются зарядкой там болтает наш президент и он сказал то же самое что я вам сказала что с 2 мая можно будет делать заниматься спортом и что с завтрашнего дня у нас карантин еще 15 дней ну в принципе его до 9 объявляли теперь до 10 без разницы я но это все логика логика я уже объяснила что неделю назад на работе вышли работать на этой неделе дети и на следующей я смогу с Чарли пойти в мои поля все я счастлива я так обрадовалась что нам скоро разрешат гулять со 2 мая это даже суббота будет оказываться я же даже не знаю когда я их в каком времени не нахожу в общем так обрадовалась что забыла что надо покушать что-нибудь может тут вымел посуду но что-то уже кое-что разложил так а что бы мне надо покушать-то какой-нибудь фруктик у меня черника есть что-то не хочется чернику чернику не хочется груша груша еще не поспели а вот киви есть мягкий киви мягкий есть ой они все мягкие они уже все созрели и груша грушу тоже надо съесть она портится уже ну вот киви и грушу мне кажется нормальный ужин да а потом еще немного черники заточу вот завтра у нас намечается кое-что так что встретимся с вами завтра всего самого наилучшего а я пойду в душ смывать семь потоков боже скоро могу гулять и не будет за мной никакой полиции правда задолбали как будто они меня за углом где-то пасут так и ждут меня выйти ой а у меня обновки ожидаются буду красивая в маске кстати спасибо вам за ваши идеи с вот этой вот штукой которая вот защитная что-то я сама не додумалась а я еще думаю знаете ведь очки есть такие какие-то вот прям очки как для строителей я думаю чтобы на работу как выходить понимаете потому что гулять все это мне не надо а вот на работу вот в этой штуке вот которая это будет представляете жара ты сработаешь с этим с Экадором господи с феном ну в общем посмотрим что и как но выбирать надо уже потому что знаете потом хрен что найдешь где самой надо будет придумывать у меня прям колбасит от такой хорошей новости всего самого наилучшего пишите ваши комментарии и всем пока пока пока